Мы рассматриваем с вами славянские глаголические памятники. И сегодня во второй лекции мы говорим о влиянии миссии Кирилла и Мефодия на формирование письменного славянского наследия. Итак, после смерти Кирилла и Мефодия их деятельность распространяется у южных, у западных и у восточных славян. Влияние на южных славян. Многие из учеников Кирилла и Мефодия бежали в Болгарию, где были любезно приняты царем Борисом I. Они основали школы, которые сыграют важную роль в распространении христианства и богослужения на старославянском языке в Болгарии. Две наиболее важные школы – это школа Охрида, которые возглавлялись учеником Мефодия Климентом, и школа Преслава, которую возглавляет Наум. В Болгарии, вероятно, в Преславской школе в X веке была разработана кириллица, и старославянский язык утвердился в качестве официального языка болгарской церкви и всей империи. Поскольку большинство сохранившихся старославянских памятников имеют болгарские черты, этот язык также еще называют и староболгарским. Христианство и старославянская литургия распространяются из библейских школ Болгарии в Сербию и Хорватию. Ученики Кирилла и Мефодия, вероятно, добрались до Хорватии в конце IX века. Старославянское богослужение было утверждено в Хорватии в XIII веке Папой Иннокентием IV. В Сербии в XIII веке также преобладало византийское влияние и старославянское богослужение. Западные славяне. Меньшая группа учеников Константина и Мефодия бежала в Богемию. Согласно христианской легенде, чешский князь Боржевой I был крещен самим Мефодием при дворе святополков. В XI веке в Сазавском монастыре был создан центр старославянской письменности. Но уже в конце XI века монастырь был захвачен латинскими монахами. Папа Григорий VII запретил старославянскую литургию в Богемии. Славянские монахи были изгнаны, а старославянские книги уничтожены. Почти полностью исчезает старославянское наследие и возобладает романно-латинский обряд. Однако в XIV веке император Карл IV построил в Праге бенедиктианское аббатство Эмаус и получил от папы привилегию совершать там старославянскую литургию или богослужение на старославянском языке. Есть сведения, что некоторые из учеников Кирилла и Мефодия бежали в район Вислы на юге Польши. Некоторые историки предполагают, что Горас также нашел здесь убежище и стал епископом в Кракове. Старославянская литургия исчезает в Польше в XI веке, поскольку происходит реорганизация церкви при Казимире I Карле. Под византийским влиянием восточные славяне или православное христианство станет государственной религией Киевской Руси уже в конце X века, когда в 988 году крестился князь Владимир Великий. Болгарские священники тогда привносят старославянскую литургию и старославянские книги. В Киеве создается центр старославянской литературы. Русская православная церковь приняла старославянскую или староболгарскую письменность, и она же станет письменностью русской образованной правящей верхушки. Не забывают роль Кирилла и Мефодии и их влияние на весь славянский мир и в современном мире. В честь Кирилла и Мефодия многие общественные учреждения, места или церкви в Восточной и Юго-Восточной Европе носят имена двух братьев. Международная конференция епископов святых Кирилла и Мефодия объединяет католических епископов из Сербии, Косово, Черногории и Македонии. Болгарская Академия Наук ежегодно присуждает премию имени Кирилла и Мефодия и университет в болгарском городе Велико-Тернова носит его имя. В Лужице создано основанное в 1862 году объединение католических сербов, объединение Кирилла и Мефодия, которое носит имя двух славянских апостолов. В 2000 году эта ассоциация возвела недалеко от Баутсона памятник тысячелетия, на котором изображены два брата. Также стоит сказать и об истории глаголического обряда славян. Славянские апостолы Кирилл и Мефодий, как считается первыми, запишут, сделают надписи на старославянском языке. Для этого Кирилл разработал так называемую глаголицу. Этим типом письма или скриптом были написаны некоторые из древнейших славянских рукописей, все библейские и богослужебные тексты западного и восточного происхождения. Позже у муравцев будет преобладать латиница, а Кириллица войдет в обиход в Болгарии, Сербии и Киевской Руси. Далматинские хорваты сохраняют глаголицу и применение, в частности, для применения глаголицы для богослужебных книг, которые будут написаны на старославянском языке. Подобно славянам Богемии и Муравии, славяне Адриатического побережья вскоре подпадут под влияние Латинской Церкви и также будут использовать римский обряд богослужения. Как и греки Южной Италии, они получат папскую привилегию проводить мессу на своем родном языке. Но в то время как греки следовали византийскому обряду, древнеславянский обряд далматинских славян был переводом латинских литургических текстов, которые были используемы в большинстве западных епархий. Родной обряд Мефодия вызвал недовольство некоторых представителей римского духовенства. Вот поэтому папа Иоанн VIII призовет его в Рим в письме от 14 июня 879 года. Мефодий оправдает себя там, и папа разрешит обряд и сообщит об этом великому уравскому князю Святополку в 880 году в письме. В более поздние времена папы вели себя в этом вопросе непоследовательно. Некоторые пытались ограничить или даже вовсе отменить старославянский обряд в Далмации. Около 920 года в письмах к архиепископу Спалацкому и князю Томиславу Иоанн X запретил славянскую литургию. В 1059 году Майнар прибыл в Далмацию и Хорватию в качестве папского легата, и собор под его председательством возобновил запрет на славянский обряд, что также было подтверждено папами Николаем II и Александром II. Его преемник, папа Григорий VII, отказался использовать славянский язык в письме от 1080 года Братиславу II Богенскому. Только до XI века старославянская литургия всегда пользовалась покровительством у хорватских королей. И когда, наконец, с 1102 года в Хорватии уже не осталось ни одной славянской династии, традиция древнеславянской литургии в Далмации уже настолько прочно укоренилась, что отменить ее уже не представлялось возможным. В 1248 году папа Иннокентий IV разрешил южным славянам практиковать именно славяно-латинскую литургию. Славянские тексты для богослужения, то есть служебники, отправления таинств и ритуалов, и также литургии по часам, то есть требники, передавались в глаголических рукописях на протяжении всего Средневековья. Центрами традиции были в основном монастыри на Далматинских островах. Тем временем, однако, хорватский народный язык получит дальнейшее развитие, и он был очень далек от языка древнеславянского обряда. Поэтому массовые тексты также записывались в адаптированной форме на просторечии. С XV века славянские требники также печатались глаголицей, а в 1640 году латиницей. И народный латинский язык будет использоваться как в глаголице, так и в латинском богослужении. В период контрреформации Папская церковь в Риме станет больше интересоваться старославянским обрядом. В апостольской конституции 29 апреля 1631 года Папа Урбан VIII утвердит исправленное новое издание римско-славянского мессала, как эквивалентное латинскому мессалу Руманию. Точно так же его преемник Иннокентий X официально признал славянский требник в 1648 году, а его исправленное новое издание было опубликовано в 1688 году при Иннокентии XI. Когда в 1828 году в далматинских семинариях в качестве единственного языка обучения была введена латынь, это неблагоприятно сказалось на сохранении старославянского обряда. Молодые священники после этого момента во многих церквях переходят на латинский обряд, с которым они были знакомы в результате обучения. Тем не менее, старославянский обряд сохранился в некоторых местах и в 1893 и в 1894 годах соответственно выходит новый мессал и новый мессал для славянского богослужения и также новый обрядник. Они были изданы в Риме контрагрегацией пропаганды. Некоторые патриотически настроены хорватские свящиепископы, например, Йосип Юрай Штросмайер и Антон Махнич были особенно привержены сохранению и распространению именно старославянской литургии. Махнич основал Старославянскую академию на базе острова Кырк в 1902 году. Однако Святой Престол отклонил просьбу Штросмайера о введении славянского обряда на всей территории Хорватии и Боснии. По просьбе черногорского князя Николы Папа Лев XIII разрешает в Барской архиепископии в 1886 году использовать в литургии старославянский язык, который почти не применялся там на практике. С одной стороны, потому что священники не были знакомы с глаголицей, а с другой стороны, потому что многие католики в Черногории были албанцами. Около 1900 года старославянский обряд еще сохранялся в хорватских епархиях Сень, Крык, Задар и Сплит. Существало также несколько монастырских церквей благолических францисканцев. Священникам запрещалось переключаться между языками во время службы. Литургия должна была совершаться либо полностью на славянском, либо полностью на латыни. Существование глаголицы богослужебных книг уже помешало Триденскому собору предписать латынь как единственно допустимый язык богослужения. 6 ноября 1962 года во время Второго Ватиканского собора епископ Иосиф Арнерич отслужил глаголическую мессу. После Второго Ватиканского собора традиция глаголицы в значительной степени продолжила путь для решения разрешить обновленную римскую литургию на местных языках. С введением просторечия в римско-католическую литургии в результате литургической реформы Второго Ватиканского собора древнеславянский обряд утратил свое значение и сегодня он используется только в исключительных случаях в литургии. Тем не менее, многочисленные глаголические рукописи хранятся в 27 странах, более чем в 80 городах и в основном в национальных библиотеках и музеях по всей Европе. Прослушав сегодняшнюю нашу лекцию, вы можете ответить на вопросы «Откуда берет свое происхождение кириллица?» Каково все-таки было влияние святых братьев Кирилла и Мефодии на последующее развитие славянской литературы? Что такое глаголический обряд? И сохраняется ли он еще в современном мире? А сейчас спасибо за внимание.